Приветствую вас дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогая церковь. Слава Богу за то, что мы можем быть здесь, поклоняться Ему. Благодарность большая за Слово Божье, за заслужение. Давайте откроем послание апостола Павла Ефесянам и откроем шестую главу и будем читать с 10 по 18 стих. Послание апостола Павла Ефесянам, шестая глава, с 10 по 18 стих. Апостол Павел пишет, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша битва не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинное и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а более всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самому со всяким постоянством и молением о всех святых. Аминь. Слово Божье. И вместе со мной читали. И давайте подумаем. Это проповедь о том, чтобы мы приняли все оружие Божье. И она же, это мысли и все оружие Божье, и самое главное, вот Павел говорит, укрепляйтесь Господа. Итак, укрепление Господа и все оружие Божье. И мы смотрим, что Павел свое послание пишет из тюрьмы, пишет в Эфесскую церковь, и из-за того, что он ее не знает, видно, что церковь создана учениками апостола Павла. Это его исполняет радостью, и через тихика служителя он посылает это письмо. И мы видим, что в этом письме он пишет, как много Бог сделал для нас во Христе Иисусе, что у нас столько много есть, и столько много еще Бог даст во Христе Иисусе, что просто сердце наше, когда читаем это послание, переполняется. Но у каждого из нас возникает вопрос, ну что же теперь делать, что же делать, и Павел вот с 4 главы, он говорит, ну теперь живите во Христе Иисусе, ходите буквально. Нам нужно жить, и Павел дает принципы, как нужно жить во Христе Иисусе. Можно, кстати, тоже, я в гости, можете бодрствовать, может быть, я тоже неправильно что-нибудь скажу, на своих можете спокойно. Да, он говорит, надо нам творчески жить, правильно, нам надо творить, писать, нет, не это. Павел говорит, с 4 главы, 17 стиха начинает, жить свято и правильно. Второе, надо жить в любви, любить, любить Бога, любить ближних, любить церковь, любить братьев, стер, все любое, жить как дети света, то есть обличать зло, занимать активную позицию против зла и просто светить, быть светильниками, делать добрые дела и просто светить в этом темном царстве мира и зла. И что, вот мы с вами закончили в прошлый раз, жить мудро, жить мудро, просто исполняться мудростью от Бога. И сегодня опять Иаков, брат Господень, пресвитый 1-й Иерусалинской церкви, он что написал? У кого вас не хватает чего? Мудрости, что надо делать? Надо просить. Просить дастся очень просто. И Павел, Павел, хоть его противопоставляют Иакову, но это все евреи, все евреи. И они говорят, дорогие изучники, наш анализ жизни вашей без Бога, мы, ну вы, мы, вы очень сильно оглупили. Просто, просто глупость за глупостью, из-за глупости умираем, страдаем, болеем и так далее. Поэтому, что надо делать во Христе Иисусе? Восстанавливаться, жить мудро, жить очень мудро. И сейчас мы видим, смотрите, 6 главы, с 10 стиха, апостол Павел говорит, теперь живите в силе, ходите в силе. И для нас это, давайте подумаем, почему же сила делать, ну, мы бы еще бы, наверное, лучше бы, Павел бы написал бы нам о святости, да, или бы лучше о праведности, или еще бы о чем-нибудь таком, вот, напиши. Лучше так ходить. Нет, Павел говорит, и надо, чтобы мы были сильными. Сильными. И сразу, может быть, какой образ там, может быть, мощного, сильного, такого крепкого человека, мужчины. Неужели к этому Павел нас зовет? Нет. Нужна сила. И давайте проанализируем. Нам и так всем ясно, что надо жить свято и правильно, что надо любить, что надо обличать и творить добрые дела, и надо жить мудро. Кому это вот, кто первый раз в жизни это услышал? Все знаем. Но как только вот начинаем жить, святость, пытаемся жить свято, мы не получаем. Не получается. Начинаем жить праведно, ну, то правила не знаем, то правила не нравятся, и то опять не соблюдается, и не хватает чего, ни для святости, ни для праведности не хватает силы. Понимаем, что надо любить. Любить Бога, любить заповеди, любить церковь, братьев, жену, супруга, детей. Знаем. Но когда надо любить, для любви надо что? Сила. Понимаем, что надо творить добрые дела, но надо, чтобы сотворить добрые дела, надо же спалить за кошельком, достать пару долларов, пару десятков долларов. И почему-то руки цепенеют, не хватает чего? Силы. Мы понимаем, что надо жить мудро. Надо. Хватит творить глупости, которые лишают нас здоровья. Глупости, которые просто гигантский пласт страданий, которые Бог не предусматривал для всех, для нас. Эти все страдания, причина наша глупость, неразумная жизнь. Ни в семье, ни на работе, ни в государстве. Живем, творим глупости. Продолжаем врать, обманывать, и все. И понимаем, надо жить мудро. Да, все, понимаю. Все, завтра, нет, сегодня. Вот, начиная жить мудро. И раз, глупость за глупость. Потому что для мудрости, что нужно силы, даже анализ. Что такое мудрость? Мы же говорили, что мудрость – это не знание. Мало знать. Нужно еще что делать? Поступать согласно знаниям. Вот это уже мудро. Мало знать, что в розетке, ну здесь 110, я уже говорил, например, 220 вольт – это знание. Но если я обладаю этими знаниями, полез, меня ударит, тряханет. Вы что вы мне скажете? Глупец. Вот точно так же со всеми знаниями нашими. Знаем о Боге, знаем Библию, знаем, все знаем, что жить и правильно, в любви. Все знаем, но не поступаем и продолжаем быть глупыми. А почему? Не хватает силы. И поэтому апостол Павел говорит, я теперь хочу, чтобы мы укреплялись, чтобы стали сильными, чтобы все вот эти истины, которых мы легко говорим, но тяжело исполняем, потому что нету силы, чтобы они легко теперь исполнялись, чтобы мы обладали этой силой. И Павел уже об идее силой говорил, и эта тема так хорошо тут прошла. Это была вторая проповедь. Первый раз я проповедовал нечаянно, ну даже не думал о том, что вот так получится. А вторая проповедь, Павел, помните, говорит, я склоняю колени, услышав о том, что вот вы уверовали, я склоняю колени, это я читаю первая глава, первая глава, 15 стиха, я услышав о вашей вере. Это язык в эфесянам. И тут много моментов молитвы, я говорю, я молюсь о том, чтобы вы познали на опыте, 19 стих, безмерное величие, могущество его в нас, верующих по действию державной силы его. О чем это пункт вот той проповеди был? Маленький пункт, что внутри у нас, у верующих во Христа Иисуса, есть гигантская сила. Верите в это? Верю, но не чувствую, да? Она уже у нас есть. Осталось только ее применять в жизни, для того, чтобы жить свято, для того, чтобы верить, для того, чтобы любить, для того, чтобы покрывать любовью эти все ненормальные поступки наших любимых. Чтобы покрывать и принимать в любви то, что Бог посылает для нас, или от чего нас воздерживает любовь нужна. А там нужна сила. И эта сила есть. И Павел говорит, я молюсь, Господи, дай им познать на опыте, какая у них внутри гигантская сила. И теперь к идее силы, к теме силы внутри, и чтобы мы теперь исполнялись этой силой, укреплялись этой силой, Павел теперь говорит, и начинается слово, смотрите, «наконец». Это окончательная вот тема этого послания. Он ее приберег, да, «наконец», в самом конце послания, потому что это нужно как печать, как хороший вывод, и хорошая очень идея. Итак, надо нам, он сначала говорит, укрепляться Господом, смотрите, второе, и назвал его «облачение во всеоружие Божие». Облачение, что буквально мы одели на себя оружие Божие, и остальные там три идеи, они подчинены вот этой идее облачения. Что, для чего надо облачение, у нас возникает вопрос, ну, зачем Павел облачение? Почему, следующий вопрос какой, почему, и Павел отвечает на нем в 12 стихе, о причине облачения, почему же нам нужно вот всеоружие Божие, или полное вооружение от Бога, и военный термин «единица вооружения» с 14 по 17, он перечисляет, какие единицы вооружения у нас должны быть. Итак, давайте. Что интересно, что интересно, вот, давайте буквально переведем, прочитаем 10 стих. И, наконец, вот смотрите, здесь страдательный залог, будьте укрепляемы, можно перевести в Господе или Господом, и силою могущества Его. Будьте укрепляемы. Страдательный залог – повелительное наклонение. Вдумаемся в эти слова. Будьте укрепляемы. Это повеление для нас? Вроде бы для нас. Но страдательный залог – это значит, не мы делаем действия, а делают действия над нами. Кто-то. Вот это повеление. Как это можно выполнить? Будьте укрепляемы Господом. Он отвечает Господом и могуществом силы Его. Как это выполнить? Я готов, я хочу укрепляться. Кто из нас не хочет укрепляться? Я хочу. Но Павел нам уже говорит в этом повелении, что сами-то уже не сможете. Все, что угодно будете делать. Идите в джим, в фитнес или куда-то, качайтесь, штангу, терпением. Но вы не наберете этой силы. Вы не укрепитесь. Потому что вас только могут укрепить. У нас нет этой возможности. У нас нет этой способности. Вас может укрепить сам Господь. И второе – это вас может укрепить сила Его могущества. Ну вот это повеление. Что здесь? И ответ, наверное, один выдерживает критику, что вот в этом укреплении Павел видит две стороны. Первая сторона – это Божья сторона. Да, Бог нас должен укреплять. Ну и все, давайте успокоимся, расслабимся, выдохнем. Все. Павел говорит же, Бог нас должен укреплять. А где же мы? И вот она вторая сторона укрепления, укрепления, вот овладевания этой силой в одиннадцатом стихе. Она звучит так. Облекитесь или оденьте на себя все оружие. Ну, исследование-то слова, видите, мы все оружие, это синодально. Но исследование-то слова показывает, это слово употребляется для того, чтобы описать полное вооружение римского солдата, римского легионера. Я поэтому в скобке его написал. «Наденьте на себя все оружие» или «полное вооружение» родительного поддержки – «Бога». «Оденьте на себя». И из-за того, что Павел – еврей, у него такие мысли, он повторяет это дело. Он сейчас немножко отойдет в двенадцатом стихе и вернется. И второй раз эта мысль в тринадцатом стихе зазвучит очень сильно и громче. И вот для этого, вот по этой причине возьмите опять все оружие, полное вооружение Бога. Везде стоит, если это интересно, это если больше еще нас убедит, стоит слово уже не в страдательном залоге, и даже не в активном. В греческом языке, немножко урок греческий, есть такой еще средний залог, медиальный. Это значение этого повеления, знаете, какое? Чтобы это мы сделали сами, и чтобы у нас еще мало того было, чтобы был еще интерес для самого себя. О чем, что это значит? Что мы должны это сделать сами. Мы должны сделать сами. Да, есть Божья сторона, а вот это уже в одиннадцатом стихе и тринадцатом стихе человеческая сторона, наша с вами. То есть не только Бог нас должен укреплять, но и мы должны принимать в этом участие. Но, чтобы полностью картину дополнить, иначе получается, как же полная картина укрепления? Мы укрепляем Господа, но Бог для этого дает нам вооружение. То есть буквально мы наняты, как будто бы мы приходим в церковь, как в армию, и Бог говорит, вы пришли на войну. Вы пришли на битву, об этой битве дальше будет в двенадцатом стихе. А мы говорим, ну, нам же нужно быть посильнее. Хорошо, вот вам вооружение. С ним вы будете крепкие и сильные. Это было очень хорошее оружие, мощное и сильное оружие, но для этого нужно его взять. Для этого нужно наклониться, взять, одеть, примерить. Большое взять память. Ну, я не знаю, можно распространяться, но надо его взять. Если мы не будем применять вот к этому усилию, даже действие, разум не включим, не получится. Это оружие так и пролежит рядом. Все оружие и укрепления силы не будет. Ни силы ни для любви, ни для святой жизни, ни для праведной, ни для света, ни для добрых дел, и тем более мудрости. Силы не хватит, чтобы ее взять и жить мудро. Так, человеческое странное отделение силы. И у нас куча вопросов, ну, для чего, Павел, для чего, давайте, это Павел говорит, от Духа Святого, от Бога, мы можем молитвенно и спрашивать, Господи, ну, зачем? И Павел пишет в 11 стихе и в 13 стихе, все во второй части, он пишет, для того, чтобы, для того, чтобы, и прочитаем, смотрите, целей несколько. Чтобы можно было стать против козней дьявольских. И вторая половина 13 стиха, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Что здесь? Для некоторых из нас, может быть, когда мы первый раз слышали эту идею и вообще узнали, может быть, произошло небольшое, а может и большое разочарование. Ведь мы же пришли в церковь для чего? Отдыхать. Ведь Бог назвал во время евангелизации какими словами? Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот мы пришли успокоиться, сели, расслабились, а теперь нам Бог говорит, а мы пришли на войну, мы пришли в бой, а мы пришли воевать. И, правда, это слово еще к этому Павел ведет, это будет во втором, в 12 стихе. Но я в свое время это очень переживал. Переживал и не сразу принимал это учение. Но Павел говорит, что да, у церкви много целей. Да, мы здесь как в больнице, как в госпитале, как вот нас Бог лечит, залечивает рану. Мы отдыхаем, дом отдыха, да, или как пансионат. Мы отдыхаем. Это хорошо, но Павел говорит, что для зрелых христиан, для тех, которые выросли, он открывает на ту идею, что церковь – это армия Божия. И что церковь имеет удивительное, вот оно творение имеет целью борьбы с силой тьмы, с силами зла. И эта борьба, она постоянно непрестанна. Библия открывает, что у Бога есть враг. По-еврейски, и по-русски мы знаем его имя – это Сатана. Буквально переводится – это враг. Причина его происхождения. Как он был? Зачем? Сотворен он, не сотворен? Как он произошел? У нас очень много учений. То ли он был ангелом, то ли не ангелом. Но учений достаточно много. И я в свое время был твердо уверен в одном, что это сверхангел, он сошел, упал. Но если буквально толковать пророков Еремия, Езекииля, там они говорят о царях. И мы просто вчитываем вот в них, отцы церкви пытались вчитать. Может, это правильно? Но просто, что типа это о Стане говорится, и что это его происхождение. Но это учение принимайте только с долей вероятности. Мы не знаем, откуда взялся Стана. Точно мы не знаем. И, наверное, ответ от Бога, ну, зададим, почему мы не знаем. А чтобы мы не знали, откуда берется это слово. Чтобы мы совершенно не знали. Потому что, если бы мы знали, то противники Божьи взяли бы это в завооружение. Они и так вот сатанисты и всякие вот такие секты, которые пытаются идти от его роли, от роли сатаны. Они и так очень много берут вещей из Библии. Но, слава Богу, что неправильно истолкованных вещей. И пытаются их извратить и представить, и удручить церковь и Бога. Но, слава Богу, что они много делают в этом неправильно. И у них есть надежда покаяться. И надежда измениться. А если бы знали бы истину, то тогда было бы гораздо посложнее. Но вернемся сюда. И так, чтобы стать против хитростей и коварных замыслах клеветника. Господи, ну как же так? Как же так? Ведь мы же Твоя церковь. Мы же Твой народ. Но мы же спасены. Мы же Твои. Почему имеет Он доступ к нам ко всем? И хитростей, коварных замыслов. И Бог открывает нам, что вот смысл церкви, вот в этих стихах и другие места описания подтверждает, что мы, церковь Бог создал для Своей славы. Если мы посмотрим на себя, кто мы? Мы прощенные, мы спасенные, уверовавшие во Христа Иисуса. Наши все грехи, наши все грехи Бог взял на себя во Христе Иисусе. И что сделал за них? Заплатил полную цену. Полную цену. И эта цена, цена у нас хорошее слово, искупление. Бог нас выкупил. Мы теперь не принадлежим царствовать мы. Мы не принадлежим. На нас сатана не имеет никакой власти, ничего не имеет. Но почему-то здесь мы видим, Он воюет с нами. Какая же схема? И я вижу, что Библия открывает нам точно такое же положение, было и в Ветхом Завете. У братьев. И самая лучшая иллюстрация для положения церкви, для положения каждого из нас во Христе Иисусе, это положение Иова. Слышали об Иове? Все читали эту книгу? В проповеди. Смотрите, Иов, что сказал о нем Бог? Не человек, а Бог о нем что сказал? Он какой? Праведный и непорочный. Правильно? Он все, Бог о нем сказал. Если Бог сказал, он действительно был праведный и непорочный. Мы можем сказать в нашем перфекционизме, что таких людей не бывает. Что невозможно быть человеком, жить на земле и быть праведным и непорочным. Можно или нет? Нет. А Бог сказал, Иов исключение. Бог, вот Иов, это вот уникальный случай во всей земле, и не зря он попал на страницы Писания. Дух Святой нам оставил учение о нем. Он был праведный и непорочный. И что, у него хорошая жизнь была? У него хорошая жизнь была. Его не за что было осуждать, но наступает момент, Бог открывает нам небо. И Бог собирает ангелов. Периодично он их собирает, постоянно собирает. Мы не знаем, но мы видим, что Бог собрал всех небожителей. Между ними и сатана был. Я думаю, ангелы поклонились Богу, прославили Его, сложили крылья и слушают, что скажет Бог. Думаю, точно такая же была пауза. А что Бог говорит? Сатана, где ты был? И всем становится понятно, начинается конфликт между Богом и сатаной. Кто этот конфликт начал? Бог. Случайно? Не случайно. Все по плану. Настало время преподать урок всем небожителям. Но предмет спора кто? Сатана говорит, я все здесь обошел, все нормально. А ты наивого обратил внимание. Кто начинает инициативу? Кто? Сатана или Бог? Бог. Мы видим, что сатана начинает, видите, написано, коварный замысл и клеветник. Клевета, греческая деволос, вот и дьявол у нас часто переводится, клеветник, это клевета, это ложь, но очень похожая на правду. И стана говорит, это из первой главы книги Ивова, а даром ли богобоязнен Ивов? Вот ты его оградил, вот ты его охранил, вот ты его оберег, и он поэтому тебе благочестив и праведный. Вот ты коснись все, что у него. Прославит ли он тебя, благословит ли тебя? И Бог тогда допускает. Забери. Душу его сбереги, забери, и ты увидишь. Это все в присутствии ангелов. Все они видят. Там напряжение, искры, наверное, просто озоном пахло. В этом споре. Спорят-то о слабом человеке. Бог преподает урок. Мы знаем. А теперь параллельно нас. Ясное дело, Бог собирает ангелов и... Рано в свое время, в какое-то время, он говорит, ну ты обратил внимание на церковь благодати, библейскую церковь благодати с проспекта, с проспекта благодати. Обратил внимание? Я попытался перевести, правильно? Так ведь? Библейская церковь с проспекта благодати. Сакраменто. И сатана... Ну что, они даром, что ли? Богобоязненно. Ты поселил их в самую богатую страну, а в этой стране в самый богатый штат, а в этом штате есть столица, и они там живут. И мало того, они все ограждены тобою, они все во Христе Иисусе. Ясное дело, им всем хорошо живется. Но попробуй. Слушайте, клевета какая. Попробуй, коснись их, забери хоть что-нибудь. Здоровье. Машину. Пусть поцарапают хотя бы. Что еще? Дом, страховку. Лиши хотя бы работы. Да нет, премии лиши. Да нет, пусть им премию... Не, не премию, как там зарплата у нас поднимается. Не на 5 долларов в год подними за час, а на 2. Хотя бы. Благословят ли они тебя? Прославят ли они тебя? Слышите, это все клевета. Серьезная клевета. Но клеветник всех братьев наших клевещет на всех на нас день. А мы ночью спим. А он продолжает еще клеветать когда? И ночью. День и ночь идет пресс клеветы на всех на нас. Вот такое положение мира в Евангелии. Вот она экономика благодати Христовой Евангелия. Открывается для всех для нас. Козни, дьявольские, постоянный пресс на нас. Да, у Бога есть стана. Мы Божьи, и поэтому враг Божий воюет против Божьего творения, против церкви. Клеветою, каждый день, постоянно, пред лицом ангелов. Страшно? Но для этого Бог уже все предусмотрел. У нас должно быть все оружие Божие. Господи, дай оружие против этого. И наступает день, видите, в 6 стихе, в книге Иова так называется. И был день, уже, наверное, 14. И был день, когда Иов лишился всего. Этот день, евреи, апостол, Павел, в 13 стихе, чтобы вы могли противостать в злой идее. У христианина могут быть злые дни. Беды могут приходить, а да за одной, как у Иова. Поцарапали машину, да нет, всмятку разбили, попали в реанимацию. Вам еще тут же могут позвонить, а вы лишены, вас уволили с работы. Постраховка вам не полагается и так далее, и вы просто никакие. Да, можно сильно страдать в Америке, в Калифорнии, в столице Калифорнии. Можно христианину Божьему, искренне верующему, омывающему, платящему десятину, жертвующему Богу. Посмотрите на Иисуса Христа. Ладно, Иов, на Иисуса. Праведный? Он Божий Сын. Он приходит, принимает крещение. И куда идет? Его Дух ведет не в столицу, не в Иерусалим. Его Дух Божий просто заставляет, ведет в пустыню. И там он, искушаем, от кого? Опять отделал. И он там постится, он голодный. И когда он очень сильно захотел есть, сатана подступил к нему и искушал, опять его испытывал, опять нападал. Это очень злой день испытания для Иисуса. Мы его, может быть, все боимся. Кто из нас любит испытания? Никто. Опять апостол Аков в послании Акова говорит, что надо делать, когда впадаем в различные искушения. Что надо делать? Радоваться. Все апостолы, Иисус, наш сам Господь сейчас меняет наше мышление и отношение к испытаниям. Они кажутся тяжелыми, трудными. Но смотрим на Иисуса, смотрим на Иова. Бог дал? Бог взял. Только ли доброе принимать от Бога? Нужно что еще? И злое. Мы всегда Божьи. Бог забыл. Мы всегда ничто. Мы смотрим на этих людей, на Иисуса, как человек, Он проходит, чтобы нам эти стопами Его наиво, они для нас примеры. И я хочу такую же силу. Все говорите в сердце? Я хочу такую же силу. Они все вооружены. Что она непосредственно касается к ним. Бог нам меняет, нас меняет мышление. Что нам кажется, что если буду ходить в церковь, молиться каждый день, что еще? Платить десятину, жертвовать, творить добрые дела, совершать служение. Все, у меня жизнь будет какая? Хорошая. Есть такое мышление? Есть такое понимание? Бог говорит, нет. Не будет такой жизни. И не должно быть такой жизни. Да, не всегда будут испытания. Будут только один день. Может быть, во всей вашей жизни. Может, парочку или троечку. Бог знает наш потенциал. Как мы взяли это оружие. И умеем его использовать. Но это злые дни будут. Это Бог нам открывает. И это не страшно. Если здесь, к сожалению, не говорится, не показано последствия. Но Павел раньше об этом сказал. Что за все перенесенные испытания у нас будет награда. В том золотом Иерусалиме. Величайшая, нетленная награда. Потому что все очень ценится. Итак, интересно, конец 13 стиха. Как у нас написано. Видите, чтобы все преодолев устоять. Это слово тяжелое для перевода. Потому что буквально перевести его, это простое слово. Делать и производить. То есть, Павел говорит, чтобы когда это испытание от лукавого, от клеветника, от злого приходит, наступает для человека, для персонального каждого для нас, или для всей церкви, то мы должны сделать все. Сделать все. Что же надо сделать? Что же надо сделать? И Павел будет отвечать в 14 стихе. Но это цель. Цель, чтобы облачение, чтобы мы взяли все оружие Божие, чтобы противостать против козней. Просто козни это буквально замыслы. Греческое слово методика, методы, против всех методов сатаны. Но это цель. А причина, причина облачения, чтобы мы одели все-все оружие, о котором Павел дальше скажет, 12 стих. На этом стихе построены целые учения, написаны тома учения. И если сейчас мы будем обращать внимание на все, на это времени не хватит. А у меня еще 5 стихов впереди. Но давайте все равно посмотрим, как этот стих звучит. Что за мысли? Потому что, видите, причина. Почему? Потому что наша брань, битва, у меня уже какой-то перевод по современному. Наша битва не против плоти и крови, вернее, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, еще раз, тема звучала, идея звучала, что мы на борьбе. Мы на войне. Это борьба, буквальное значение, это рукопашная схватка. Рукопашная схватка. Кто из нас занимается борьбой? Карате? Дзюдо. Я все перечисляю, просто разные типы схваток. Кто? Никто не занимался никогда? Ну, кто-нибудь, может быть, увлекается спортом. Во! Понимаете, выйти один на один. Выйти один на один. Вроде бы с одинаковым по весу все, и используя техники и приемы победить. Или устоять. И это вот духовная картина нашей борьбы против кого? Эти противники равны нам по весовой категории? Абсолютно нет. Равны они нам по вооружению, по оснащению, по замыслам, по опыту? Совершенно нет. Они очень мощные. Павел сразу же отчеркивает, хотя это мысль, что мы на борьбе. У некоторых церквах возникает целое учение освобождения. О! Мы, наверное, можем освободиться от рабства. Давай убивать всех господцев этих. Уничтожать. К революции призывать. И Павел говорит, не-не-не-не. Церковь не призвана ни для какой физической борьбы. Ни для каких восстаний. Ни для каких... Ни для какой борьбы. Наша борьба, наша вот эта вот брань, наша схватка, не... Кровь и плоть это, понятно, образно назван человек. Ни с какими людьми мы не должны драться. Хотя иногда хочется, да, всех грешников собрать, ну и хотя бы отшлепать. Но Бог даже говорит, и это тоже нельзя делать. Вспомните, потому что если бы мы были грешниками, и с нами так церковь бы занималась, боролась. Понравилась ли бы нам? Пришли бы мы в такую церковь? Нет, у нас оружие другое должно быть. Это оружие мы уже читали, и Павел его перечисляет. Не с людьми мы должны бороться, а с чем. Или с кем. И Павел их перечисляет. Здесь четыре пункта. Это вот начальство, буквально это начальники. И Павел их перечисляет, а потом добавляют ограничения, называется «этой тьмы». Видите, мироправителями этой тьмы. Тьмы века сего, этого периода, этого периода жизни. Но вот век сего, это относится ко всем, ко всей перечисленным иерархии власти, начальства, власти, властители и мироправители этой тьмы. Я там в скобочках поставил. Вот эта категория, вот это противничек. Мы пришли тут отдыхать к Иисусу, успокаиваться. Как? Что же делать? И давайте проанализируем эту борьбу, эту вот войну. Я вижу, что эта битва, эта брань, она защитная. Все эти дальше вооружения, мы будем проходить их, они все защитные. Вы скажете, ну там меч есть. Ну меч, Слово Божье. Но на кого она ориентирована? Если на вот этих мироправителей и духе зла, то разве они не знают Божьего Слова? Они знают Божье Слово? Но коварно, осознанно против этого Слова восстают. Да, мы видим Иисуса в пустыне, когда Астана его искушал. Он чем его просто все искушения победил? Чем? Словом Божьим. Словом Божьим. Хороший пример для нас. Но Слово Божье на кого ориентировано? Здесь на земле. Вот Библия у нас в руках. На кого? На этих правителей и духов или на людей? Подсказка. На людей. На людей. И Слово Божье, да. И точно так же мы вызываем отрицательные чувства у людей, если используем это оружие без благодати, без любви, без мира. Божье Слово. Божье Слово. И я вижу, что меч, меч, да, мы можем нападать, но римляне, у них очень много было приемов для того, чтобы и мечом тоже отражать атаки меча. Атаки. Атаки тоже. Церковь куда? Наперед. На передний фронт. Вот, и это уже из военной науки. Есть войска, которые держат переднюю линию обороны. Есть войска, которые второго эшелона. Есть войска какого? Третьего. А есть еще и тыл. А есть учебные заведения военные, где готовятся люди прийти на передний фронт. Очень много разных типов войск уже было в Римской империи. Куда отнесем церковь? К эшелонам? К передним. Вот, правильно. Я думаю, они не передний, ни второй, ни третий. И не тыл. А куда? В учебный центр. Но во время битвы, во время войны могут прорываться войска, и могут шпионы засылаться в учебные центры, и воевать против нас. И воевать против нас. Мы на войне. Но еще только в учебном центре под названием церковь. Мы только учимся, но уже на войне. Да, враг имеет доступ, но в минимальных количествах. Тот, кто там воюет, я думаю, против этих начальств Бог противоставил очень мощные войска из небожителей. Бог у нас Господь Саваоф, по-еврейски Саваот. Как это имя переводится? Господь армии. Господь воинств. У Него огромное количество армий. Он у нас генерал, генералиссимус. Он боец. Он руководит битвами. Все воины под Его контролем. Потому что Он Бог всех воин. Это наш Господь. Рано или поздно церковь тоже выведет на передний фронт. В бой. Это будет наше время. Но оно не сейчас. И поэтому все учения о духовных битвах, фильтруйте их через библейское учение, что наше общение только с кем? С Богом Отцом. Через Иисуса Христа. В Духе Святом. Никаких повелений, запретов, разделений территории. Здесь один дух, там другой дух, там правители. Учения не выдерживают критики. Но, что отсюда сделаем вывод, это причина для того, чтобы нам противоставать против атак лукавого, которые иногда по допуску Божьему, по его промыслу, имеют доступ к нам во время злых моментов. Это является причиной, для чего мы должны одеть вооружение. Итак, переходим к моменту. Единица вооружения. Будем называть их прямо. Здесь Павел интересно сказал, он поэтически, да, на какой-то образный язык переходит. Но давайте их поймем. В этих четырех стихах мы видим, что у нас должна быть твердая волевая позиция. Это единица вооружения. Второе. Это знание истины. А можно еще просто сократить. Истина. Раз оружие. Единица вооружения. Второе. Ой, третье, что у нас? Праведность. Четвертое. Благовестие. Пятое. Вера. Шестое. Уверенность в спасении. Или просто можно написать. Спасение. Седьмое. Знание Божьего Слова. Это единица вооружения. Божье Слово. Восьмое. Это уже мы в 18 стихе. Молитва. И последнее. Девятое. Единственное оружие. Бодрствование. Бодрствование. Или. Потом мы уж найдем. Но что интересно делает апостол Павел. Много, да, пунктов? Какой-нибудь можно упустить. Можно упустить? Все выполняем. Все. И Павел берет. И что он тут делает? Он берет образ. Образ удивительный, образ необычный для церкви, ну, для современной. Он берет вооружение римского легионера. Почему? Потому что Ефес и практически весь мир того времени, цивилизованный, был под властью римлян. В каждом городе, в том же числе и вот в Ефесе, в Иерусалиме, в Риме, в Каринфе, стоял римский гарнизон. Римский гарнизон, он всегда была налажена служба. Служба охраны. Каждый город охранялся римлянами. И римлян мы в течение дня, если мы были бы в Ефесе, видели, может быть, по нескольку раз. А если бы не видели, то слышали. И поэтому Павел дает нам образ. Образ римского легионера. Наверняка вы слышали, думали об этом. Вот такой человек мощный, сильный, страшный нам бы являлся. И Павел берет вот это учение о том, чтобы у нас было вооружение от Бога, молитва, уверенность спасения, Божье Слово, и привязывает к образу. Зачем он это делает? Потому что грамотность была в церкви. Не все умели читать. Более того, носители информации Божьего Слова, как у нас сейчас, у меня, я вот даже здесь на кафедре, у меня Библия, еще и приложение. Вот, Библия, у нас много Библии, а в то время Библии и Нового Завета вообще не было. А Божье Слово должно было быть здесь. И проблема была у них и у нас все равно, Божье Слово выветривается. И Павел привязывает образ, слышите, к образу римского легионера. И что он делает? И он говорит, итак, встаньте. Римляне стояли, ходили, встаньте. И у римлян был легионеров пояс, красивый, мощный пояс. И он говорит, когда вы видите, смотрите на пояс, помните, мне надо знать истину. Второе, когда вы видите броню, у них была броня из кожи, в кожу они вшивали копыта от этих, от животных, то есть это броня настоящая была. И вы, говорит, когда видите броню, вспоминаете, чтобы, о, у него есть броня, а у меня должна быть, что? Праведность, привязка просто. Видишь римляна, чтобы он не просто так у тебя прошел мимо глазами, а чтобы ты сразу же перепроверил свое вооружение. Потому что римляне, они несли дежурство, они завоялись мир, да. Некоторые говорят, что больше всего для битвы. Но я думаю, что здесь Павел привязывает к римлянам, которые несли боевое дежурство по городам, ну, в городе. То есть они менялись смены, по два человека, ходили по улицам, патрулировали. О, хорошее слово. Из-за этой проповеди пришлось вспоминать военные термины и полицейские. Итак, мы видим броню, что вспоминаем? Что нам нужно быть какими? Праведными. Подвис компьютер. Вот. А в третье, что мы видим? Обувь. Когда мы видим, у римлян было изобретение. Это был просто как ноу-хау. Высшая технология. Обувь. Видите, кожаная обувь. И когда мы видим их обувь, сразу же у меня должна быть готовность. Что делать? Говорить Евангелие. Говорить, благовествовать Евангелие можно еще, вызывая конфликт, но надо уметь говорить Евангелие с какой самой главной идеей? Идеей мира. Примирения с Богом. Следующее. Мы видели, если бы мы видели римляна, он бы нес мощный щит. И у нас сразу же, о, у него есть щит, а у меня должна быть что? Вера. Дальше у них были красивые, в каждом гарнизоне свой, но шлем. И шлем, интересно, он покрывал всю голову, и это должен быть шлем, а мы должны, шлем спасения. А спасен ли я? Дальше мы видели у него на поясе меч, слева у него был короткий меч, а справа длинный меч. И мы больше бы замечали длинный меч и понимали, меч это, должен быть, у нас меч духовный, но буквально там родительный падеж, что это меч духа, слово Божье, 17 стих. Следующее. И, к сожалению, у Павла не хватило образов. Не хватило образов. Но я думаю, что 18 стих – молитва и бодрствование. Бодрствование – это буквально дежурство, то есть не спать. Это все равно дежурство привязанное к римлянам, потому что дежурство было какое? Кругло, суточное. То есть вышли, двое по улице ходят туда-сюда, патрулируют, смотрят. Нету воров, нету бандитов, нету зачинщиков беспорядков. То есть у римлян самая была сильная сила их правления, чтобы в городах во всех был порядок, чтобы вор сидел в тюрьме, грабителей, чтобы даже носа не высовывали. То есть вот все были на этом научены. И мир жил в римском мире. Тысячу шестьсот лет. Как только эта система дала сбой, все развалилось. Все развалилось. Патрулирование. И это было... То есть мы бы идем и думаем, вот даже не так, даже вот мы бы спали бы, а по улице идут римляне. Вот этот патруль прошел, как бы мы услышали? Потому что они пролетели бы... Да, со связи с сигналом. Нет, у них были на обуви железные такие гвозди. И когда они идут по брусчатке, что будет? Звук. Будет звук от их марширования. Они идут в ногу. Четыре их на смену идет. Или в два патруль идет. Но мы понимаем, они где? На дежурстве. Они где? Они бодрствуют. Они не спят. Я сплю, а они не спят. А потом думают, о, а нам это должно... Какая ассоциация быть? С чем? А я бодрствую во Христе. Хорошо. Моя обязанность здесь пред Богом. Нужно сделать прямое толкование. Мы видим хоть одного римлянина здесь на улице. Кто-нибудь видел римляна? Хоть одного. За всю свою жизнь. А привязать-то надо. Девять пунктов за оружие. Надо привязать? А кого мы видим? Один, два, три. На боевом дежурстве. Полицейских. И поэтому я думаю, что современно, если толковать германетическим правильным приемом, для нас современный образ, все оружие Божие должен быть кто? Полицейский. Они встречаются нам день-два, вот такие парни, бравые, в очках, на полицейской машине, с мигалками. Они встречаются нам. Что? А какие ассоциации они у нас вызывают? Ой, подальше бы от них. Да? Подальше бы от них. Или другие должны вызывать. Они сейчас должны, мы менять свое мышление, и как только мы увидим полицейского, то должны у нас быть ассоциации. Так, а у меня есть все оружие Божие. Я бодрствую, я... У меня все одето. Потому что день злой может произойти прямо сейчас. Во все ли я вооружен? Во все ли я оден? И, я представляю, в Эфесе после этого письма, апостолы, верующие из церкви, внимательно стали смотреть на гарнизон, на патруль. И они говорят, что вы пялитесь на нас. И может быть, это был бы хороший разговор потом для благовестия. Может быть, мы сейчас тоже будем так внимательно смотреть на полицейских. Итак, первое, что мы увидим, что он вот так делает, куда он пальцы засовывает? Под пояс. Всегда пояс есть. Хоть тогда, хоть сейчас, и мы должны... О, у него есть пояс, а у меня должна быть что? Истина. Второе, что мы увидим? Он в бронежилете. Те были в броне, а это в бронежилете. О, есть бронежилет. А у меня есть ли праведность? Ну, давайте, помогайте. Что там дальше должно быть? У тех ноги были обуты, а у этот на чем? Перемещается. На транспорте. У них здесь я вижу транспорт. Машины, почти у всех. Тот, кто пониже... Эти, как его? Мотоциклы. А те, кто повыше, на чем они перемещаются? На вертолетах. На вертолетах. И мне вот вертолеты больше нравятся, потому что они тут летают, во время, когда вылетает на боевое уже задание, они летают. Какую ассоциацию вызывают? Ой, надо переезжать с этого района, да? Здесь так много преступлений. Или какую ассоциацию? А должны вызывать какую ассоциацию? Они летают, звук от них на транспорте. Это транспорт готовности благовествовать мир. Кстати, кто сюда пришел пешком? Никого. Все на транспорте. Поэтому хорошая ассоциация. Транспорт готовности благовествовать. Какую ассоциацию дальше? Мы должны, вот мы увидим, что у него там дальше должно быть. Меч. Нет. Там у тех был щит. У них тоже, по-моему, да, бронированные машины? Кто с полицейским связанным? Бронированные? Есть хоть чуть-чуть? Или пустые, как консервные банки? Ну, я подумал, не знаю, вызовут ли нас это как броня, автомобиль. Поэтому я нашел вот такой полицейский броневик. Не каждый день, может, его встретим, но мы его увидим, может быть, в новостях. Это полиция. Это ребята на боевом дежурстве. Эти ребята бодрствуют. Эти ребята трезвые. Эти ребята во всеоружии против земного зла. И у них есть броневик. А у нас должен быть броневик веры. Вера, которую никакой лукавой не может пробить. Дальше. Ну, у всех шлем. Ну, этот наверху появился без шлема. Мы сразу... О! Не вооружен до конца. Ну, очки спасения. Где-то не получается. Шлем спасения. Шлем спасения. Дальше. Что у него? Оружие есть. Даже много оружия. Газовый баллон. Что у него там еще есть? Пистолет. У него там в этом... Я в машину дали заглянуть. Там у него целый арсенал вооружений. Пять или семь стволов, по-моему. Но все это оружие против зла. У нас должно быть какое оружие? Духа. Слово Божие. И мы должны еще им владеть. Мало иметь пистолет. Надо еще нажать правильное место, чтобы он еще и стрелял. Дальше. У Павла не хватило ассоциаций. А у нас есть. Полицейские у них что есть? Связь. У них есть связь. И когда мы видим рацию, что так... Он же будет говорить с кем? С тем, кого видит или с кого не видит? А что такое разговор с невидимым? Это... Это молитва. И мы... О, у него есть рация. А я молился сегодня. А у меня связь с Богом есть. И... Бодрствование. Я думал, какую... Ассоциация какая? Вот они ездят. Какую они на ассоциацию вызывают? Летят 12 в 2 часа ночи, летят сигнализации. Они бодрствуют, показывают нам, а задают вопрос. А ты? Ты бодрствуешь? Если нет, то зло застанет тебя врасплох. И дальше я, конечно, бы хотел пригласить вас внимательно, еще более твердо, если вы не устали посмотреть, еще раз перенаправить. И там несколько слайдов, чтобы показать еще раз наше всеоружие, полное вооружение во Христе Иисусе, поговорить о молитве, в уверенности спасения, несколько минут. Поэтому Павел говорит, встаньте, 14 стих, смотрите, встаньте. И римский воин был одет вот так вот в тунику. Так можно воевать? Одев тряпочку и все. С дырочкой. Да, нужен пояс. Нужен пояс. И пояс, еще раз внимательно, что такое пояс? Знание истины. Знаете ли вы истину? Знаете истину, что Бог создал все? Знаете ли вы истину? Мало того знать, а поступаете по истине. Если нет, если не поступаете по истине, значит поступаете как? Мы поступаем по лжи. А раз поступаем по лжи, у сатаны есть зацепки и сказать, ха-ха, верит он во Христа. Он у тебя врет каждый день. Он матерится каждый день у тебя. И ты его не накажешь. И что приходится Богу делать? Во Христе Иисусе что надо сделать? Дисциплинировать. Не оставит Бог без наказания. Никакой грех. Как против этого? А когда день злой? А ты жил не по истине? Ты у тебя одна мысль предательская. Это наказание. Это наказание. А Иов, он тверд в своей непорочности. Иисус не принимает вот эту атаку от сатаны как наказание. Он принимает это как войну. Такое осознание может быть только когда мы всегда поступаем по истине. Это очень мощное оружие. Знание истины, которое поразглашает Божье Слово. Ну вот образы. Это у древних. Как только смотрели на пояс, сразу же, а я по истине живу или нет? И несколько раз в день видишь полицейского, видишь римского легионера, несколько раз задай себе вопрос, я живу по истине или нет? И вот пояс полицейского, видите, какой он мощный, сильный, но это истина. И не важно какой ты вот такой вот худенький или вот такой вот полицейского, видишь, полненького, но на нем всегда будет что? пояс, а мы должны, у меня должна быть истина но что интересно видите, там слово стоит припаяшьте, чресло ваше, слово чресло, это не только талия а бедра, мой профессор говорил, что бедра, римские воины это их было ноу-хау, почему они завоялись мир, они перед боем заматывались очень сильно тканью, которая их собирала в бою, они очень были собраны то есть истинно она помогает быть собранным в бою но я не нашел у полицейских нижнего белья больше образ спортсменов, это открыто недавно, что если спортсмен носит такую расхлябанную одежду то у него результаты пониже а если он вот такую собранную одежду то вот чемпион мира на короткие дистанции, вы посмотрите на него видите у него, как чресло одеты подтянуты подтянуты, я забыл как его зовут но одна из вас идеи видите рядом ребята вот в шортиках таких вот развивающихся они не догонят его потому что он летал на пять корпусов финишировал потому что он собранный он все посвятил своему бегу точно так же и нам живущим поистине она дает полное полное собрание дальше праведность надейте доспехи праведности праведная жизнь во Христе защищает в испытаниях самое главное от вины если ты жил неправедной жизнью и приходят испытания то они кажутся чем наказанием Бог меня наказывает а не какая битва и совсем другое положение итак мы видим броню на римском легионере мы видим броню у ребят и понимаем я должен быть под бронежилетом праведности праведная жизнь помогает в дни испытания злых выдерживать любую дальше благовестие буквально обув ноги в готовность благовестия мира мира не то что я весь мир должен а мир это мирное состояние получается картина такая чтобы мы должны хорошо знать Евангелие ценить Евангелие и в любых испытаниях в любых ситуациях быть готовым рассказать Евангелие но для меня очень важное слово там благовестие мира Евангелие можно рассказать как так чтобы тебя возненавидели и возненавидели Бога и возненавидели Христа которого ты благовестиешь почему потому что в Евангелии можно так сказать так ты грешник Пойдешь в ад. Если Христа не примешь, пойдешь опять куда? В ад. И что тебе после такого благовестия? Придет, люди? Чтобы мир был, у тебя должен быть мир в сердце. Чтобы мир был, чтобы ты говорил и рассказывал Евангелие. Главная идея – примирить человека с Богом. Это ты можешь, если это есть, тогда благовестие мира. Павел сидит в тюрьме. И смотрите, почему он привязал. Он смотрел на ботинки этого римского легионера, который охраняет его в тюрьме. На нем гвозди. Это вот гвозди. И когда они ходили по городу, я еще раз говорю, они цокали. И когда этот звон, этот постоянный был звон, это каждый раз. Это как сейчас сигнализация или вертолет. Тогда был звон. И какую ассоциацию я должен вызывать? А знаю ли я ли Евангелие? А живу ли я по Евангелию? А повторите пять пунктов Евангелия быстро. Вот вертолет летает, так пять пунктов Евангелия. Окей. Бог создал меня. Я грешник. Бог пришел сюда. Бог умер за меня. Иисус воскрес. И именем Его я оправдываюсь. Держите это Евангелие. И это Евангелие. Без Евангелия, веры в Евангелие не спасется никакая плоть. Потому что вместо Евангелия мы начинаем благоествовать какие-то учения. Ну, что Бог есть, или что Он может тебя успокоить. Какая разница, если грешник будет спокойный? Он пойдет спокойным туда, да. Ему нужна Евангелие. Потому что через благоествие. И так, поэтому видите, в Малицейских вертолета нет. Или вот смотрите сколько, видите. Евангелистов сигнализация едет. Должна вызывать ассоциацию какую? Знал ли я Евангелие? Готов ли я рассказать Евангелие? И готов ли я через Евангелие помогать людям примириться с Богом? Вера. Мы видим щит. Мощный, огромный щит. У римлян были маленькие щиты. Но Павел здесь говорит о большом щите. Он должен вызывать ассоциацию. Под таким щитом, под этой верой, мы должны быть. Это очень мощное оружие. Вера. Какие бы из этих щитов римляне могли создавать целые броневики того времени? Даже конница могла проскакать по римскому легиону и не причинить, потому что они щитами закрывались. Стрелы лукавые, раскаленные. Их раскаляли, чтобы зажигать города, уничтожать, причинять большую травму. Так поступает стана. И нам нужно иметь... Там вера стоит в артикле. Это евангельская вера. Вера в том, что Бог существует, она не поможет. А евангельская вера, что Христос умер за наши грехи. Что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Не за что меня наказывать. Потому что сатана в момент испытания будет говорить, это тебя Бог наказывает. А ты твердо стоишь в вере. А я праведен Божьей праведности. И здесь вот такой образ. Это не я рисовал, это уже он десятилетиями. У американцев, у братьев лукавые посылают стрелы, а щитом веры мы можем отразить. Но для нас очень важно, когда мы видим бронированный автомобиль полицейский, они все бронированные. Броневики веры должны у нас. И осталось еще три вооружения. Уверенность спасения. Шлем спасения. Когда мы увидели римлян, мы должны быть уверены в спасении. Что мы просим в момент испытания, а Бог молчит. Мы просим защитить, а защиты нет. И церковь страдает, но вам надо быть уверены, что мы все равно спасены. Почему? Единственное основание. Потому что мы верим во Христа Иисуса, и в Нем мы имеем спасение от всего. И Он нас от всего, от любой трудной ситуации может избавить. Как избавлял Иова, как избавлял Христа. Следующая. Меч Духа. У римлян был меч, и это Слово Божье. И когда мы видим меч, когда мы видим пистолеты, вооружения, автоматы, у полицейских мы должны думать, а знали я Божье Слово? А читаю я Божье Слово? А слушаю я проповедь? А правильно ли я толкую Божье Слово? А работаю ли я на Слово? Размышляю над ним? И вот с всего-то римского вооружения речь идет о большом мече. Но... И они им владели очень быстро. Он висел с правой стороны, и с правой стороны, а не правой рукой, его выхватывали за долю секунды. Мало меч носить, надо что еще уметь им делать? Пользоваться. Мало читать Божье Слово. Мало слушать Божье Слово даже в такой долгой проповеди, как здесь. Мало это. Надо еще это Слово правильно применять, для правильных моментов жизни. И вот такое оружие увидите у полицейских, помните? А у меня есть оружие. А у меня есть Божье Слово. Не то, что в кармане, а где еще? В моем сознании. А помню ли я его? А заучиваю и живу ли я по Слову? И два осталось. Молитва. Павел говорит, молитесь всегда. Всякую молитву и упрошение. Во всякое время. И духом, это буквально значит бодрствованием. Потому что можно молиться заученными словами. Молитва, самое краткое учение, это разговор с невидимым. Что мы делаем? Мы молимся с Богом. И у Павла не было ассоциации. И я еще раз говорю, а у нас сейчас есть, мы полицейского смотрим, у него есть рация молитвы. И вот так они ездят, мы видим, они постоянно говорят, и вот там в центре кто-то с ними разговаривает. А мы должны говорить себе, а я молюсь, а я разговариваю с Богом. И тут полицейских, я еще стал смотреть, еще раз повторяем, видите, у нее пояс есть, оружие есть. И там вот написано, плохо видно, у полицейского должно быть сколько раций? Две рации. И когда видите полицейского, смотрите, две рации, это что значит? Павел говорит, не только молитву, но нужно еще что делать? Молитвою и прошением всякую молиться. То есть у меня молитва и прошение. Молитва – это разговор, а прошение – это просьба, безответная даже. Ты просишь и просишь. Потому что в момент зла, в момент трудности ответа от Бога не ждите, как Иов. Бог скрылся. Никто не помогал Иисусу в пустыне, но он молился и просил. Итак, и самое вот последнее – бодрствование. Постоянно быть в нем, во всякое постоянство. И в бодрствовании надо просить обо всех святых. Это дежурство, боевое дежурство. Когда видите, это значит трезвое отношение к реальности. Никакие алкоголь, никакие игры компьютерные, они все, что отводит нас от реальности, оно сыграет с нами плохую штуку, когда придет испытание. Потому что сатана, допустит Бог его, ну, в самое неудобное, и об этом много свидетельствует. Итак, когда слышите сигнализацию от полицейского, или слышите вертолет, который летает, какой у нас должна ассоциация? Так, а бодрству ли я? А во христе ли я? Или я тут пьянствую? Или нетрезвый? В сериалах погряз или погрязло? В компьютерной игре бодрость? Или трудоголики тоже? Вот работает, работает. Сигнализацию слышу, о, а бодрство или нет? Вот такое вооружение. Давайте помолимся. Богу за все слава. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, приходим к Тебе, мы величаем имя Твое Святое. Благодарим Тебя за то, что Ты так много дал нам во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за все, но умоляем, Господь, мы нуждаемся в силе. И благодарим Тебя, что Ты показал нам путь в освобождение силы, которую Ты вложил в нас. Даруй нам, Господи, жить поистине. Даруй нам жить праведно, зная, что в этом великая сила и благо для нас, для тяжелых, трудных испытаний. Даруй нам, Господи, благовествовать. Даруй нам, Господи, верить в Тебя, быть уверенным в спасении. Даруй нам, Господи, любить Тебя изо всей сил. Слади нас, Господь, молиться, иметь постоянную связь с Тобой. Даруй нам бодрствовать в Тебе. Благодарим Тебя за это оружие, которое укрепляет и делает нас сильными в Тебе. И ничто, и никто не сможет нас забрать от Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.